Сначала мы отрабатываем позиции, сидя, лёжа, стоя. Активные движения, допустим, прогружись, там, между ног пройди, попрыгай. И более-менее спокойные позиции. Позиции сидя, лёжа, стоя, то есть те позиции, которые требуют от собаки успокоиться. Команду мы должны накладывать на поведение, когда оно стабильно демонстрируется. Когда посадка сразу же демонстрируется в ответ на жест, который мы собаке предлагаем, занося это урок над головой. Сейчас видно, что щенок садится не сразу, царапает лапами. Ложиться не сразу, встать, поставить у нас вообще не получилось. То есть изначально это движение, и когда от тренировки к тренировке начинает появляться стабильность, то есть щенок сам понимает, что нужно сделать, и мы добиваемся послушания через голову, и мы не подавляем характер щенка. Щенок думает, что сам что-то делает, и в нужный момент, то есть то, что нам нужно, мы с помощью подлавливания закрепляем, с помощью лапоста. Щенок стремится в дальнейшем, когда видит руку над головой, щенок понимает, вспоминает, что сделал в прошлый раз, когда ему дали за это кусок. Щенок садится, и мы тут же отдаем ему кусок. Щенок ложится, и тоже получает кусок. Стоит, и получает кусок. И потом мы отрабатываем позиции сидя, лежа, стоя, в разной последовательности. То есть положить мы можем из позиции сидя, а потом мы можем положить даже из позиции стоя. Когда щенок стоит, ему сразу предлагаем щенку. Также приучаем щенка к тактильному контакту. Оглаживаем, и с руки лапо слабо даем. Молодец, молодец. Хорошо. Можно в этот момент трогать за лапки, за передние, за задние. Хорошо. Вот животик подрогаем. Молодец, молодец. Чтобы щенок с руками не играл, и чтобы щенок не отвлекался на руки, и не смущало, чтобы щенка, когда мы трогаем лапки, передние и задние, делаем это все через лапки. От щенка, от щенка, и снова кличку произносим. Рива, сюда, сюда, сюда. Супер. Хорошо. Молодец. Рива, сюда, сюда, сюда. Так, молодец. Супер. Здесь, видите, реакция на поводок. Он думает, что это игрушка, и надо с ним играть. Здесь есть смысл отдельно поработать над тем, чтобы он с поводком не играл. Каким образом это происходит? Поводок у нас в руке находится, мы щенка отвлекаем к лапку. Хорошо. Скей, 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 скей. Правильно? Скей, 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 скей. И супер. Молодец. Снова навлекаем на лапку. Лапы в этот момент распутанные. Супер, собак. Молодец. Хорошо. Давай еще. Скей, 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 скей. Сюда, сюда, сюда. Давай, 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 давай. Давай сюда. Скей, 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 скей. Молодец. Еще такой момент. Как можно поводок вообще отпустить на пол, чтобы щенок бегал вместе с поводком. И чтобы, когда щенок будет наступать на поводок, будет чувствовать руки, когда поводок будет болтаться под лапами, чтобы щенок с ним не играл, как сейчас. Здесь тоже имеет смысл отвлекать его на лапку. Отпускаем поводок. И щенок бегает с поводком. Молодец. Сюда-сюда. Скорее-скорее-скорее. Скорее-скорее. Давай еще. Скорее-скорее-скорее. Сюда-сюда-сюда. Так, хорошо. Пробуем еще раз посадить. Рука над головой. Если щенок садится, сразу даем. Пробуем тут же положить. Руку отпускаем. Если щенок не ложится, не даем. Самое главное, чтобы щенок проявлял интерес и не уходил отсюда. Щенок отпускает передние лапы на локти. И мы тут же отдаем. Мы не дожидаемся, когда щенок полностью ляжет. Мы как бы позицию лежа разделили, можно сказать, на части, либо на пополам. Пробуем снова лакомство. Отпускаем к полу. Ждем. Щенок царапает. Руку не даем. Можно создать такие условия, что щенку нужно лечь. Подставить руку и под этой рукой предложить пролезть. Лакомство предлагаем. Если такая ситуация, вот рука, вот лакомство. Щенок положится, отдаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова